Дайте мне хорошую политику и я дам вам хорошие финансы. Почти по Архимеду и почти работает. Как известно, хорошую политику найти практически невозможно. Тем не менее, Банк России считает невозможным повторение финансового кризиса 2014 года. На эту тему регулятор опубликовал доклад о финансовой стабильности. Регулятор полагает, что накопил достаточно ресурсов, чтобы противостоять основным экономическим шокам извне. Даже в случае крайне негативного сценария, к примеру, резкого падения цен на нефть или отток капитала, у Банка России имеется широкий арсенал инструментов, чтобы обеспечить устойчивость финансового сектора. Все хорошо, но, как известно, финансы – ничто без промышленности, которой пока нет. А Центробанк, понятное дело, промышленностью не занимается. Из-за кризиса средний класс теряет свою роль двигателя российской экономики. Такой неутешительный вывод содержится в отчете PwC. Основу исследования составил опрос трех тысяч россиян. Абсолютное большинство из них за последний год столкнулось с сокращением своей покупательной способности. У третья опрошенных доходы сократились не только в реальном, но и в номинальном выражении. Прирост заработка, сопоставимый с динамикой инфляции, произошел только у пяти процентов респондентов. Самое сильное сокращение номинальных доходов произошло в средних городах. Наименьшее сокращение зафиксировано в Москве и в небольших городах. Это, кстати, еще один краеугольный камень экономики, о котором часто забывают. Товар есть, но кто же его купит, если денег нет? Российский турпоток в Испанию сократился на 30 процентов. С января по май этого года страну посетило 242 тысячи российских туристов. В то время как общее количество посетивших страну на Пиренейском полуострове выросло на 5 процентов и составило 22,5 миллиона человек. Чаще всего Испанию посещали туристы из Великобритании. На втором месте Франция замыкает тройку лидеров Германия. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1661 пункт. Среди лидеров роста акции НМТП, Башнефти, Алроса, Распадской и Газпрома. Аутсайдеры НЛ Россия, ОГК-2, ТГК-1, Уралкали и Русгидро. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Инвесторы на мировых площадках по-прежнему следят за развитием греческой истории. Четвертый день подряд фондовые рынки Европы закрылись в плюсе. Американские индексы в зеленой зоне. Курс доллара на 24 июня 54 рубля 20 копеек. Курс евро 61 рубля 5 копеек. Золото стоит 2062 рубля за грамм. Серебро стоит 27 рублей 82 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 64 доллара 65 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok